Так, всем привет! Ой, что-то я какая-то с города только приехала. Что-то какая-то непонятная разлохматилась. Ладно. У нас сегодня у дочечки, у нашей единственной дочечки день рождения. Сегодня ей исполняется 21 год. Хочу вам показать, какой тортик Настя вчера делала. Делала вчера вечером. Мы решили не покупать торт. Настя говорит, я сделаю торт без выпечки. Называется холодный торт. Ну, такой вот, знаете, в жару самое то. Ваня у нас будет делать мохито. Мохито безалкогольное. Будет тортик, желе. Ну, такое вот, знаете, чуть-чуть вечерком посидим. Фрукты будут. Ну, такое сладости. Детям взяли живчик-напиток. Им нравится. И Насте купили цветы. И купили, ну, заказали холст. Портрет на холсте Настина фотография. Здесь Насте, наверное, лет 18. Искала-искала фотографии от Артема и Илюши. У меня очень много фотографий. А старших детей мало. Потому что дети выросли, они уже сами по себе. Уже с нами реже фотографируются. Ну, такое вот. Ну, детки уже взрослые. А младшие еще пока с нами. Так что, я хочу сейчас вам показать, какой подарок. Мы с Ваней ездили и забрали заказ. Такой портрет очень шикарный. Я давно хотела. Вообще, я хочу такой портрет семейный. Но так как у нас не получается всей семьей сфоткаться, надо точно насобирать денег, поехать на фотосессию всей семьей. Собрать всех в кучу и поехать пофоткаться, чтобы у нас были фото семейные. Чтоб я могла взять и сделать холст всей семьи портрет. Очень хочу. Так что, сейчас вам покажу, какой подарок мы преподнесли Насте. Так, вот такой вот портрет. Сейчас вам покажу. Так, не обращайте внимания. Там я вяжу вязание. Это дети печенье-крекер кушали, пока меня не было, сидели тут. Вот такой вот портрет на холсте. Конечно, стоит это не дешево, но это того стоит. Потому что, что еще дарить Насте, честно, не знаем. У нее все есть, так же, как и у Вани. Бижутерию она не хочет, ничего она не хочет. А вообще, если ей что-то надо, так это надо жаровый шкаф для стерилизации маникюрных инструментов. Но он стоит 3,5 тысячи. Это дороговато для нас. А здесь вот этот холст идет на подрамнике. Вот так вот. Видите, как оно сделано. Все это мы упаковали в подарочную упаковку. И поздравили. Как мы поздравляли Настюшку, я не снимала. Не стала снимать это видео. Так что, вот такой вот подарок. Сейчас покажу, какие цветочки еще. Так, вот такой вот букет полевых цветов. Здесь вот ромашка хризантема, по-моему, так они назвали ее. Обычная полевая ромашка подсолнух. И вот это вот мимоза я знаю. А остальное я не знаю, что это такое. За цветочки такие. Ну, очень красивый букетик. Букетик тоже не дешевый. Не из дешевых. Так, вот такой вот торт. Ну, как Настя мне говорит. Настя, вот тут вот подтекла сметана. Тут должно быть киви вот такое чистое. Ну, немножко подтекла сметана. Ну, ничего страшного. Это она все выкладывала в другую миску глубокую. Застилала вот этой стречкой пленкой. Выкладывала это все. И убирала в холодильник. А сегодня мы достали, перевернули на блюдо. И все равно пленку я не сняла. Говорю, пусть оно с пленкой будет. Когда уже на стол поставим, тогда уберем пленочку. Сейчас оно в холодильнике. И, наверное, 4 вида желе. Мы покупали 5 видов. Но она 4 пакетика, смотрю, развела и сделала деткам желе. Так что, вот такой вот у нас праздник. Со старшими детками мы сильно не празднуем. Они празднуют сами по себе. Мы вечером так вот с семьей сядем. Поужинаем. Вкуснях всяких. И все. И поздравляем наших деток. Так, всем доброе утро. Мне с утра сегодня... Ну, первое мохито я выпила вчера. Сын сделал мохито. Сейчас я вам покажу, как он это делает. Сейчас с утра он тоже собрался мне делать. Говорит, мам, будешь мохито? Я говорю, конечно, буду. Жарко на улице. Пока сходила в магазин туда-обратно, ужарилась. У нас на улице 32 или 34 градуса. Это в тени. Так что сейчас покажу, как муж... Ой, муж. Фух, муж. Как суть делает мохито. Обалдеть. Давай. Так, берем мяту. Рвем. Нарываем в стаканчики. Изначально добавили лед. Ой, не видно, не видно. Ладно. Короче, там лед. Он уже подтаивает. Рвем мяту. Ну, вчера сын сделал мохито. Это такая вкусная. Мне прям понравилось. Можно лайм, можно лимон. Без разницы. Режем тонкими кружочками лимон. Половинку так можно отрезать. И так вот ложишь и... Или новый лимон возьми. Сможешь? Так, порезали лимон. Добавляем. Сколько мы лимона добавляем? По две дольки. По две дольки. И еще по полдольки надеваем на стакан. Вот так вот. Теперь берем спрайт. И наливаем. Давай. И все? Нет. Нет еще? Ребята, ну очень освежает мохито. Я вчера выпила вечером. Вообще красота. Конечно, много пить нежелательно. То, что может заболеть горло. Но аромат бесподобный. Свежесть дает. И трубочки. Это Ваня сделал мне и себе. А младшим детям будем делать коктейль, как у нас выздоровит Илюша. Так как Илюша сильно кашляет, то пока повременим. Детям такой мохито можно сделать безо льда. Просто теплый. Со спрайта. И то много тоже напитка такого нежелательно пить. Так что зацените наш мохито. Так, ребята. Ну мохито для меня и для Вани не обошлось. Дети прошли, сказали, мы тоже хотим. Хотим сейчас. Вот Ваня им дает листочки мяты. Надо их рвать. Вы видели, как Ваня рвет мелко? Рвите себе. Вот твой стаканчик. Вот Илюша. Ваня, покажи, как рвать надо, Илюша. Вот так, смотри. Все, рвите, рвите туда. Сейчас они нарвут мяту. Так, порвали дети мяту. Теперь лимон. Ну, лимон Ваня сам положит. Хорошо? Потом мы с тобой сделаем. Хорошо? Хорошо. Так, положили туда лимон. А теперь махито. А теперь наливаем спрайт. А, точно. Там мята. Да, мята, лимон. И спрайт. Да, хватит. И спрайт. Просто я не знаю это название. Да. Спрайт. Правильно. Мы же такое не покупаем. И ты не знаешь. Можно ли помешать? Помешай. Помешай, Илюш, тоже помешай. Чтоб оно соки свои отдало. Мята, лимон. А, мы. Вообще, как я читал, должно поместиться сначала в львоту мяту. Лоскаро вот так вот. А теперь все? Все, пробуйте, пейте. Сейчас поставлю так. Вкусно? Да? Потихоньку напиток холодный. Потихоньку. Только звезды вылетают. Ну, потому что оно с газом. Слезы вылетают. Вот так вот, ребята. У нас сегодня утро. Начинается с мохито. Не, ну дети, конечно, покушали уже кашку. И пьют мохито.